Книга Иудив. Глава 1. В 12-й год царствования Новохадоносора, царствовавшего над Ассириянами, в великом городе Ниневии, во дни Арфаксада, который царствовал над Медянами в Екбатанах, и построил вокруг Екбатан стены, истёсанных камней шириной в 3 локтя, а длиной в 6 локтей, и сделал высоту стены в 70, а ширину в 50 локтей, и поставил над воротами башни во 100 локтей, имеющие в основании до 60 локтей ширины, а ворота, построенные им для выхода сильных войск его и для строя пехоты его, поднимались в высоту на 70 локтей, а в ширину имели 40 локтей. В те дни царь Новохадоносор предпринял войну против царя Арфаксада на великой равнине, которая в пределах Рогава. К нему собрались все живущие в Нагорной стране, и все живущие при Ефрате и Тигре, в Едасписи и с равнины Ореох, царь и Лемейский, и сошлись очень многие народы в ополчении сынов Хелиуда. И послал Новохадоносор, царь Ассирийский, ко всем живущим в Персии, и ко всем живущим на Западе, и живущим в Киликии и Дамаске, Ливане и Антеливане, и ко всем живущим на передней стороне Приморья, и между народами Кармила и Галаада, и в Верхней Галилее, и на великое равнение Ездрилон, и ко всем живущим в Самаре и городах ее, и за Иорданом до Иерусалима и Витания, и Хела, и Кадиса, и реки Египетской, и Фтафны, и Ромессы, и по всей земле Гессемской, до входа в Верхний Танис и Мемфис, и ко всем живущим в Египте, до входа в пределы Эфиопии. Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово астерийского старяна Вуходоносора и не собрались к нему на войну, потому что они не боялись его, но он был для них, как один из них. Они отослали от себя его послов ни с чем в бесчестии. Но Вуходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отомстить всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии и мечом своим умертвить всех, живущих в земле Маава, и сынов Аммона, и всю Иудею, и всех, обитающих в Египте, до входа в пределы двух морей. И в семнадцатый год он ополчился со своим войском против царя Арфаксада, и одолел его в сражении, и обратил в бегство все войско Арфаксада, и всю конницу его, и все колесницы его, и овладел городами его, дошел до их ботан, и занял укрепление, опустошил улицы города, и красоту его обратил в позор. А Арфаксада схватил на горах Рогава, и пронзив его копьем своим, в тот же день погубил его. Потом пошел назад со своими в Неневию, он и все союзники его, весьма многое множество ратных мужей. Там он отдыхал и пировал с войском своим сто двадцать дней. Иудив, глава вторая. В восемнадцатом году, в двадцать второй день первого месяца, последовало в доме Новоходоноса рецаря Сирийского повеления. Совершить, как он сказал, отмщение всей земле. Созвав всех служителей и всех становников своих, он открыл им тайну своего намерения. И своими устами определил всякое зло той земле. И они решили погубить всех, кто не повиновался слову уст его. По окончании своего совещания, Новоходоноса рецарь Сирийский призвал главного вождя войска своего Алаферна, который был вторым по нем, и сказал ему. Так говорит великий царь, господин всей земли. Вот ты падешь от лица моего и возьмешь с собой у мужей уверенных в своей силе, пеших сто двадцать тысяч и множество коней с двенадцатью тысячами всадников. И выйдешь против всей земли на западе за то, что они повиновались слову уст моих. И объявишь им, чтобы они приготовляли землю и воду, потому что я с гневом выйду на них, покрою все лицо земли их ногами войска моего и предам ему их на расхищение. Долы и потоки наполнятся их ранеными, и река, запруженная трупами их, переполнится, а пленных их я рассею по концам всей земли. Ты же, отправившись, завладей для меня всеми пределами их, которые сами сдадутся тебе, тех ты сохрани до дня обличения их, а непокорных да не пощадить глаз твой, предавай их смерти и разграблению по всей земле твоей. Ибо жив я, и крепко царство мое, что сказал, то сделай моей рукою. Не приступи же ни в чем в слово господина твоего, но непременно исполни, как я приказал тебе, и немедли исполнением. Аллаферн, выйдя от лица господина своего, пригласил к себе всех сановников, полководцев и начальников войска сирийского. А считал для сражения отборных мужей, как повелел ему господин его, 120 тысяч и конных стрелков 12 тысяч. И привел их в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение. Он взял весьма много верблюдов, ослов и мулов для обоза их, и овец, и валов, и коз для продовольствия их, без числа, и много пищи для всех, и очень много золота и серебра из царского дома. И выступил в поход со всем войском своим, чтобы предварить царянову Ходоносора и покрыть все лицо земли на западе колесницами, конницу и отборной пехотою своею. И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от множества не было еще-то им. Пройдя путь трех дней от Неневии до передней стороны равнины Виктелеф, они поворотили от Виктелефа, близ горы, лежащей по левую сторону верхней Киликии. Оттуда, взяв все войско свое, пеших и конных, и колесницы свои, он отправился в Нагорную страну. Разбил Фудян и Лудян и разграбил всех сынов Рассиса и сынов Исмаила, живших в пустыне на юг к земле Хелионской. Потом, переправившись через Ефрат, он прошел Месопотамию и разрушил все высокие города при дарении Аврони до входа в море. Заняв пределы Киликии, он избил всех противоставших ему и, пройдя до предела Виафета, лежавших к югу на передней стороне Аравии, обошел кругом всех сынов Мадиама, выжег жилища их и разграбил стада их. Потом спустился на равнину Дамаска во время жатву пшеницы, выжег все нивы их, отдал на истребление стада овец и волов, разграбил города их, опустошил их поля и избил всех юношей их острием меча. Страх и ужас напал на жителей приморской страны, обитавших в Сидоне и Тире, на жителей Сура и Акины, и на всех жителей Нанна. И все обитатели Азота и Аскалона сильно испугались его. Иудей в глава 3. И послал к нему вестников с таким мирным предложением. «Вот мы, рабы великого царя Навуходоносора, повергаемся перед тобой, делай с нами что тебе угодно. Вот перед тобой и селения наши, и все места наши, и все нивы с пшеницей, и стада овец и волов, и все строения наших жилищ, употребляй их, как пожелаешь. Вот и города наши, и обитающие в них, рабы твои. Иди и поступай с ними, как будет глазам твоим угодно». И пришли к Калаферну мужи, и передали ему эти слова. Тогда он пришел в приморскую страну с войском своим, окружил высокие города стражей, и взял из них отборных мужей, соратники себе. А они, и вся окрестность их, приняли его свинками, ликами и тимпанами. Он же разорил все высоты их, и вырубил рощи их. Ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Навуходоносору. И все языки, и все племена их призывали его, как бога. Придя к Ездрилону, близ Датеи, лежащей против великой теснины иудейской, он расположился лагерем между Гавайем и городом Скифов. И оставался там целый месяц, чтобы собрать весь обоз своего войска. Иудив, глава 4. Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем этом, что сделал с народом Алаферн, военачальника сирийского царя Навуходоносора, и как разграбил он все святилища их и отдал их на уничтожение, очень, очень испугались его, и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего. Потому что недавно возвратились они из плена, недавно весь народ иудейский собрался и освящен от осквернения сосуды, жертвенник и дом Господень. Они послали во все пределы Самарии, и Коне, и Ветерона, и Вельмена, и Ерихона, и Евхову, и Вессору, и в равнину Салимскую. 5. Заняли все вершины высоких гор, оградились стенами, находящиеся на них селения, и отложили запасы хлеба на случай войны, так как нивы их недавно были сжаты. 6. А великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме, написал жителям Витилу и Витомесфема, лежащая против Ездрелона, на передней стороне равнины, близкой к Дафаиму, 7. Чтобы они заняли восходы в Нагорную страну, потому что через них был вход в Иудею, и легко было им воспрепятствовать приходящим, так как тесен был проход даже для двух человек. 7. Сыны Израиля поступили так, как велел им великий священник Иоаким и старейшины всего народа израильского, прибывавшие в Иерусалиме. 8. И с великим усердием возопили к Богу все мужа Израиля, и смирили души свои с великим усердием. 9. А они и жены их, и дети их, и скот их, и всякий пришлец и наемник, и купленный за серебро, наложили вретище на шресла свои. 10. И всякий муж израильский, и всякая жена, и дети, и жители Иерусалима впали пред храмом, посыпали пеплом свои головы, разослали пред Господом свои вретища, облекли жертвенник во вретище, и прилежно и единодушно взывали к Богу Израилеву, чтобы Он на радость язычникам не предал детей их на расхищение, 11. Жены в добычу, городов наследия их на разорение, святынь их на сквернение и поругание. 12. И Господь услышал голос их, и презрел на скорбь их, и во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился перед святилищем Господа Вседержителя. 13. А Иаким, великий священник, и все предстоящие пред Господом священники, служители Его, припояса вретищем шресла свои, приносили непрестанное всесожжение, обеты, доброходные дары народа. 14. На кедарах их был пепел, и они от всей силы взывали к Господу, чтобы Он посетил милостью весь дом Израиля. 15. Иудив, глава 5. 16. Между тем, Аллаферновой и начальнику войска Ассирийского дано было знать, что сыны Израиля приготовились к войне, заложили входы в Нагорную страну и укрепили стенами всякую вершину Высокой горы, а на равнинах устроили преграды. 16. Он весьма разгневался и, призвав всех начальников Маава и вождей ОМОНа и всех правителей Приморской страны, сказал им, скажите мне, сыны Ханаана, что это за народ, живущий в Нагорной стране? 17. Какие обитаемые ими города? Много ли у них войска? В чем их крепость и сила? Кто поставлен над ними царем, предводителем войска их? И почему они, больше всех живущих на Западе, упорствуют выйти мне навстречу? 18. Ахиор, предваритель всех сынов ОМОНа, сказал ему, «Выслушай, господин мой, слово из уст раба твоего. Я скажу тебе истину об этом народе, живущем близ тебя в этой Нагорной стране, и не выйдет лжи из уст раба твоего. Этот народ происходит от халдеев». 19. Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не хотели служить богам отцов своих, которые были в земле халдейской, и уклонились от пути предков своих, и начали поклоняться богу неба, богу которого они познали. 20. И халдеи выгнали их от лица богов своих, и они бежали в Месопотамию и долго там обитали. Но Бог их сказал, чтобы они вышли из места переселения и шли в землю ханаанскую. Они поселились там и весьма обогатились золотом, серебром и множеством скота. 21. Отсюда перешли они в Египет, так как голод накрыл лицо земли ханаанской. И там оставались, пока находили пропитание, и умножились там до того, что не было из числа роду их. 22. И восстал на них царь египетский, употребил против них хитрость, обременяя их трудом и деланием кирпича, и сделал их рабами. 23. Тогда они воззвали к богу своему, и он поразил всю землю египетскую неисцельными язвами, и египтяне прогнали их от себя. 24. Бог иссушил перед ними черное море и вел их путем Сины и Кадис-Варни. Они выгнали всех обитавших в этой пустыне, поселились в земле Амареев своей силой, истребили всех и севанитян, перешли Иордан, наследовали всю Нагорную страну. 25. И прогнав от себя Хананеев, Ферезеев, Ивусеев, Сихема и всех гергесен, жили в ней много дней. 26. И доколе не согрешили перед богом своим, счастье было с ними, потому что с ними бог, ненавидящий неправду. 27. Но когда уклонились от пути, который он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведенные в плен в чужую землю. 28. Храм бога их разрушен, и города их взяты неприятелями. 29. Ныне же, обратившись к богу своему, они возвратились из рассеяния, в котором были, овладели Иерусалимом, в котором святилище их, и поселились в Нагорной стране, так как она была пуста. 30. И теперь, повелитель господин, если есть заблуждение в этом народе, и они грешат перед богом своим, и мы заметим, что в них есть это преткновение, то мы пойдем и победим их. 31. А если нет в этом народе беззакония, то пусть удалится, господин мой, чтобы господь не защитил их, и бог их не был за них, и тогда мы для всей земли будем предметом поношения. 32. Когда Ахиор окончил эту речь, весь народ, стоявший вокруг шатра, возроптал, а вельможи Алаферна и все, населявшие Приморье и землю Моав, заговорили, тотчас надо бы наубить его, потому что мы не побоимся сынов Израиля. 33. Это народ, у которого нет ни войска, ни силы для крепкого ополчения. Итак, пойдем, повелитель Алаферн, и они сделаются добычей всего войска твоего. 34. Иудив, глава 6. Когда утих шум вокруг собрания, Алаферн, военачальник войска Ассирийского, сказал Ахиору перед всем народом и наплеменных, и всем сынам Моава. 35. Кто ты такой Ахиор с наемниками Ефрема, что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом Израильским, потому что бог их защищает? 36. Кто же бог, как Нинавуходоносор? Он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли, и бог их не избавит их. 37. Но мы, рабы его, поразим их, как одного человека, и не устоять им против силы наших коней. 38. Мы растопчем их, горы их упьются их кровью, равнина их наполнится их трупами, и не станет стопой ног их против нашего лица. 39. Но гибелью погибнут они, говорит царь Навуходоносор, господин всей земли. 40. Ибо он сказал, и не напрасны будут слова повеления его. 41. А ты, Ахиор, наемник Аммона, высказавши слова эти в день неправды твоей, от сегодня не увидишь больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, пришедшему из Египта. 42. Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, и ты падешь между ранеными их. 43. Рабы мои отведут тебя в Нагорную страну и оставят в одном из городов на высотах, и ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреблен. 44. Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не будут взяты, тогда не спадает лицо твое. 45. Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет. 46. И приказал Аллаферна рабам своим, предстоящим в шатре его, взять Ахиора, отвезти его в Витилую и придать в руки сынов Израиля. 47. Рабы его схватили и вывели его за стан на поле. 48. А со среды равнины поднялись в Нагорную страну и пришли к источникам, бывшим под Витилую. 49. Когда увидели жителей города на вершине горы, то взялись за оружие свои и, выйдя за город на вершину горы, все мужи, пращники, охраняли восход свой и бросали в них каменями. 50. А они, подойдя под гору, связали Ахиора и, оставив его брошенным при подошве горы, ушли к своему господину. 51. Сыны же Израиля, вышедшие из своего города, остановились над ним и, развязав его, привели в Витилую и представили его начальникам своего города, которыми были в те дни Озия, сын Михи из колена Симеонова, Хаври, сын Гафаниила и Харми, сын Милхиила. 52. Они созвали всех старейшин города и сбежали с собрания, все юноши их и жены, и поставили Ахиора среди всего народа своего. И Озия спросил его о случившемся. 53. Он в ответ пересказал им слова собрания Алафернова и все слова, которые он высказал среди начальников сынов Асура и все высокомерные речи Алафернов о доме Израиля. 54. Тогда народ пал, поклонился Богу и воззвал, Господи Божий Небесный, возри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего, и призвали на лицо освященных тебе в этот день. 55. И утешили Ахиора и расхвалили его. Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшин, и целую ночь ту они призывали Бога и Израилева на помощь. 55. Иудив. Глава 7. 56. На другой день Алаферн приказал всему войску своему и всему народу своему, пришедшему к нему на помощь, подступить к Витилою, занять высоты Нагорной страны и начать войну против сынов Израилев. 56. И в тот же день поднялись все сильные мужи их, войско их состояло из 170 тысяч ратников, воинов пеших и 12 тысяч конных, кроме обоза и пеших людей, бывших при них. А и этих было много и множество. 57. Остановившись на долине близ Витилою и при источнике, они протянулись в ширину от Дафаима до Вилфема, а в длину от Витилы до Киамона, лежащего против Изрилона. 58. Сыны же Израиля, увидев множество их, очень смутились, и каждый говорил ближнему своему, теперь они опустошат всю землю, и ни высокие горы, ни долины, ни холмы не выдержат их тяжести. 59. И взяв каждое свое боевое оружие и зажегшие огни на башнях своих, они всю эту ночь провели на страже. 60. На другой день Энлаферн вывел всю свою конницу перед лесом сынов Израилевых, бывших Витилуи, осмотрел восходы города их, обошел и занял источники вод их, и, отцепив их ратными мужами, возвратился к своему народу. 61. Но пришли к нему все начальники сыновы Сава и все вожди народа Моавицкого, и все начальники Приморья, и сказали, высуши, господин, наше слово, чтобы не было потери в войске твоем. 62. Этот народ сыновы Израиля надеется не на копья свои, но на высоты гор своих, на которых живут, потому что неудобно восходить на вершины их гор. 63. Итак, господин, не воюй с ними так, как бывает обыкновенная война, и ни один муж не пойдет из народа твоего. 64. Ты останешься в своем лагере, чтобы сберечь каждого мужа в войске твоем, а рабы твои пусть обладеют источником воды, которая вытекает из подошвы горы, потому что оттуда берут воду все жители Витилуи, и погубит их жажда. 65. И они сдадут свой город, а мы с нашим народом взойдем на ближние вершины гор и расположимся на них для стражи, чтобы ни один человек не вышел из города. 66. И будут томиться они голодом, и жены их, и дети их, и прежде нежели коснется их меч, падут на улицах обиталища своего, и ты воздашь им злом за то, что они возмутились и не встретили тебя с миром. 67. Понравились эти слова их Аллаферну и всем слугам его, и он решил поступить так, как они сказали. 68. И двинулся полк сынов Аммона, и с ними пять тысяч сынов Ассуры, и расположившись в долине, обладели водами и источниками вод сынов Израиля. 69. А сыны Исаава и сыны Аммона взошли и заняли Нагорную область против Дафаима и отправили часть их на юг и на восток против Екривиля, что близ Хуса, стоящего при потоке Мохмур. 69. Остальное же Ассирийское войско расположилось на равнении и покрыло все лицо земли. Шатры и обозы их с множеством народа растянулись на весьма большом пространстве. 69. Сыны Израиля воззвали Господу, Богу Своему, потому что они пришли в уныние, так как все враги их окружили, и им нельзя было бежать от них. 70. Вокруг них стояло все войско Ассирийское, пешие, колесницы и конница, их 34 дня. 71. У всех жителей Витилы истощили все сосуды с водой, опустили водоемы, и ни в один день они не могли пить воды досыто, потому что давали им пить меры. 72. И уныли дети их и жены их и юноши, и вознеможения от жажды падали на улицах города, и в проходах ворот, и уже не было в них крепости. 73. Тогда весь народ собрался к Озии и к начальникам города, юноши, жены и дети, и с громким воплем говорили всем старейшинам. 74. Суди, Бог, между нами и вами. Вы сделали нам великую неправду, потому что не предложили мира сынам Ассура. 75. И теперь нет нам помощника. Бог предал нас в их руки, чтобы погубить нас жажду и великую погибелью. 76. Прикласите же их теперь и отдайте весь город на разграбление народу Алаферна и всему войску его. 77. Ибо лучше для нас достаться им на расхищение, хотя мы будем рабами их, зато жива будет душа наша. 78. И глаза наши не увидят смерти младенцев наших и жены детей наших, расстающихся с душами своими. 79. Призываем перед вами вас свидетелей неба и землю, Бога нашего и Господа Отцов наших, который наказывает нас за грехи наши и за грехи Отцов наших, да соделает по словам всем в нынешний день. 79. И подняли они единодушно великий плащ среди собрания и громко взывали Господу Богу. 80. Озия сказала им, не унывайте, братья, потерпим еще пять дней, в которые Господь Бог наш обратит милость свою на нас, ибо Он не оставит нас в конец. 80. Если же они пройдут и помощь к нам не придет, я сделаю по вашим словам. 81. И отпустил народ в свой стан, и они пошли на стены и башни своего города, а жены детей отослал по домам их, и в великой скорби оставались они в городе. 81. Иудив. Глава восьмая. 81. В эти дни услышала Иудив, дочь Мирари, сына Окса, сына Иосифа, сына Азиила, сына Елки, сына Анани, сына Гедеона, сына Рафаина, сына Акифона, сына Илия, сына Елеава, сына Нафанаила, сына Саламиила, сына Саласадая, сына Иаиля. 82. Муж ее, Манасия, из одного с нею колена и племени, умер во время жатвы Ишменя, потому что, когда он стоял в поле, близ вязавших снопы, зной пал на его голову. 83. Он слег в постель и умер в своем городе Витилую. Его похоронили с отцами его на поле между Дафаимом и Валмоном. 84. И вдовствовала Иудив в своем доме три года и четыре месяца. Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресло свои вретища, и были на ней одежды вдовства ее. 85. Она постила все дни вдовства своего, кроме дней перед субботами и суббот, дней перед новомесячами и новомесячей, и праздников, и торжеств дома Израилева. 86. Она была красиво видом и весьма привлекательным взором. Муж ее монастей оставил ей золото, серебро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела. 87. И никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязненна. 87. Услышала она о дурных речах народа против начальника, потому что они малодушествовали по причине оскудения воды. 88. Услышала Иудив и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им через пять дней сдать город Астериянам. 89. И послала она служанку свою, распоряжавшуюся всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, старейшин ее города. 89. Они пришли, и она сказала им, «Выслушайте меня, начальники жителей Витилую, не право слово ваше, которое вы сегодня сказали перед народом, и положили клятву, которую извлекли перемежду Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет вам. 90. Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих, вот вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его. 91. Как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысль его? Нет, братья, не прогневляйте Господа Бога нашего, ибо если он не захочет помочь нам и в эти пять дней, то он имеет власть защитить нас в какие угодно ему дни, или поразить нас перед лицом врагов наших. 92. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить как человеку, нельзя и указывать ему как сыну человеческому. 93. Посему, ожидая от него спасения, будем призывать его к себе на помощь, и он услышит голос наш, если это ему будет угодно. 94. Ибо не было в родах наших, и нет в настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы Богам рукотворным, как было в прежние дни, за что отцы наши преданы были мечу и расхищению, и пали великим падением пред нашими врагами. 95. Но мы не знаем другого Бога, кроме Его, а потому и надеемся, что Он не презрит нас и никого из нашего рода. 96. Ибо с пленением нас падет и вся Иудея, и святыни наши будут разграблены, и Он взыщет осквернение их от уст наших, и убиение братьев наших, и пленение земли, и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов, которые мы будем порабощены. 97. И будем в соблазн и поношение у тех, которые овладеют нами, потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь Бог наш вменит его в бесчестие. 98. Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь их, и на нас утверждаются и святыни, и дом Господень, и жертвенник. 98. За все это возблагодарим Господа Бога нашего, который испытывает нас, как и отцов наших. 99. Вспомните, что Он сделал с Авраамом, с чем искушал Исаака, что было с Иаковом в Сирской Месопотамии, когда Он пас овец Славана, брата матери своей. 99. Как их искушал Он не для истязания сердца их, так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает Господь приближающихся к нему. 99. Озия сказал ей, «Все, что ты сказала, сказала от доброго сердца, и никто не будет противиться словам твоим. 100. Но не с настоящего только дня известна мудрость твоя, но от начала дней твоих. 101. Весь народ знает разум твой и доброе расположение твоего сердца. 101. Но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так, как мы сказали им, и обязал нас клятвою, которую мы не нарушим. 101. Помолись же о нас, ибо ты жена благочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды». 102. Иудив сказала им, «Послушайте меня, и я совершу дело, которое пронесется сынами рода нашего в роды родов. 103. Встаньте в эту ночь у ворот, а я выйду с моей служанкой, и в продолжении дней, после которых вы решили отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиль моей рукой. 103. Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерен сделать». 104. И сказал ей Озии и начальники, «Ступай с миром, и Господь Бог пред тобой на отмщение врагам нашим». 105. И вышли из шатра ее и пошли к полкам своим. 105. e Arch train棒 и пер班 по камере Como O� biismo May 21 aus. 105. Испыт15сть огоньamba. 10 горячим. 9 горячим. 10 горячим.